здравствуйте уважаемые кактусоводы сегодня решили снять ролик о том именно как пересаживаю кактусы уже у нас готова земля сейчас вот тут несколько кактусов я решил сегодня вам показать как я пересаживаю вот так берем ну смотрим какие тут переросли уже которые можно пересадить большие горшочки когда земля сухая тут как я говорю пересаживать надо когда сухая земля они легко можно чем-то побить вами выскакивают так смотрите если растение здоровое ну видно что она растет нормально то землю вот эту старую в принципе всю не обязательно стряхивать с корней вот так делаем вот это вот корни тут хорошо оплели земляной ком можно помочь вот такая вот у меня типа иголка шила вот так ее немножко раз раз она и корни не травмирует и землю немножко разрыхляет ну вот от этого я считаю достаточно чтобы весь земляной ком не нарушать вот так расправили вот эти вот корешки длинные ничего не надо бояться если где-то что-то оборвется кактус это такое растение которое они пускают новые корни потом берем ножницы и смотрим где-то по высоте вот в какой мы горшок будем сажать сколько там расстояние примерно вот так вот обрезаем корешки прямо ножницами чтобы при посадке они не загибались лучше пусть они будут короче ну направленные вниз были вот так сделали и положили на газетку если там есть бирочка можно бирочку вложить вот как здесь бирочку вытаскиваешь а потом на нее кактус чтобы не потерять название раз выскочили как видите земля она рыхлая и чем она тот предыдущий кактус он дольше не пересаживался поэтому она земля немножко такая уплотнилась а это вот рыхлая прямо нас а сама с этих с корней слетает опять же вот так вот немножко укорачиваем корешки кладем сюда на бирочку следующий берем пристукнули чем-нибудь выскочил кактус пальцами 1 1 1 1 об трусили землю если конечно корешки больные там или вот растения смотрите не растет ну значит скорее всего с корнями что-то какая-то проблема то тогда конечно их лучше полностью землю удалить и даже промыть хорошо теплой водой но они тогда нездоровые корешки они такие знаете коричневые вот сейчас они такие светло желтые а когда они больные они коричневые такие и сами прямо отпадают а так их берешь пальцами они прямо отскакивают от кактуса тогда тех случаях конечно желательно их помыть корни обрезать по максимуму все вот эти больные корешки ну и попробовать их полечить теплую ванну сделать может быть может быть поставить на сухое укоренение если там корней вообще нет вот так если здоровые говорю они светло такие желтенькие вот так опять раз 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 землю но это та земля которую я использую вот она хорошо обсыпается а если вы купили кактус в магазине то тут конечно надо ну сейчас я вот объясню на примере этого кактуса сейчас подрежу лишнее хотел я купить в магазине кактус специально чтобы вам показать но так и не собрался вот допустим вы купили кактус они в таких небольших горшочках коричневых опять же надо чтобы его не вы не поливали обычно не в магазинах сухие продаются тоже так вытаскиваем его из горшочка ну и как правило тут такой торф вот и вот эти корешки все очень сильно оплели этот земляной ком что его даже этот торф невозможно руками освободить тогда берем ну как это я обычно делаю ставим в емкость теплой водой чтобы вот эти корешки как бы отмокли они тогда ну становятся как более торф этот набирает воду можно поставить его где-то на час там на два часа это не страшно для кактуса лишь бы в ваша задача смыть весь торф с корней опять же если корни здоровые они вот допустим после двух часов отмокания если не получается пальцами опять же берем вот этот вот где тут у меня это шило вот оно вот так то же самое его помогаем и корешки как правило вот такие длинные получаются ну так они кольцом идут в горшочке а когда их вот так освободишь они длинные сильные это тоже не страшно обрезать их надо обрезать ну и как можно вымыть больше чтобы они были вообще без этого торфа чистые корешки опять же если они здоровые они у такого желтенького цвета будут потом их прореза но отрезаете лишнее оставляете вот такой там 23 сантиметра максимум и опять ложите их на просушку так ну если вот такой он был мокрый то это ему надо хотя бы сутки или двое даже чтобы они посохли где-нибудь вот эти вот мои можно там на час их положить главное чтобы мы вот это срезы корешков вот эти вот чтоб подсохли потому что ну я так для себя хотя я их сажаю в эту сухую землю все равно вот эти вот если срезы то на нее попадет земля в земле как правило какие-то бактерии там вирусы всякие чтобы обезопасить их пусть эти края подсохнут ну вот с этим понятно вот эту землю я кстати тоже не выбрасываю их куда-то в отдельная ведерко потому что вот эти камушки песок они можно использовать их по новой ведерко какое-нибудь а потом водой заливаете вымывается земля песок остается опять его можно прокипятить высушить и использовать по новой так с этим понятно теперь вот как я сажу сажаю кактусы вот моя земля готовая уже пропаренная высушенная вот удобно какой-нибудь поддончик вот такой ее насыпать и крышка но это емкость для холодильников или что-то я покупал ну просто она удобно такая широкая и невысокая а здесь будем сажать посуда какая я использую вот разные коробочки горшочки можно если нету использовать вот такие стаканчики вот кофейные там даже прозрачные можно использовать как временное что-то но если со временем найдете горшок подходящий можно у него будет пересадить сейчас я покажу как я пересаживаю еще вот я говорил сюда снимать это за мной вот мои гранитная крошка различной фракции как я говорил удобно использовать вот таких хранить в бутылочках и при пересадке это очень удобно так сейчас мы начнем вот эти кактусы я освободил от земли чуть раньше специально чтобы они подсохли вам сразу показать как вот берем сначала тут у меня сделал я дырочки возле самого донышка не здесь сделал дырки а вот по этой стороне ну только внизу как можно больше их можно делать сначала берем более крупный но это как фракция номер 3 я ее называю это как нижний у нас будет дренаж насыпали ее немножко и сверху более мелко это фракция номер 2 вот ну чтобы меньше земля высыпалась при поливах она все-таки по чуть-чуть будет вылазить если там сильно крупные камни будут вот делаем примерно 1 сантиметр дренажный слой теперь выбираем какой мы тут кактус возьмем можно вот этот вот астериас вот как видно место ему хватает на дно кладем пару ложечек земли и можно даже вот поставить вот так вот и хватит посмотрели короче вот эта корневая шейка это место откуда со стебля вырастают корни вот это называется корневая шейка вот землю насыпать надо только там где корни растут и чтобы земля не было вот сюда где-то вот так ну до тела кактуса потому что может загнить вот поставили придерживаем пальцами установили на центр чтобы везде были расстояние одинаковое и вот так берем чайную ложечку очень удобно и по краюшку так насыпаем наш грунт насыпаем грунт и смотрим если сильно низко можно чуть-чуть его приподнять чуть-чуть приподняли вот так вот она земля туда осыпалась лишняя еще можно добавить земли теперь обязательно надо вот у меня я использую такую кисточку вот она жесткая довольно где-то 5 миллиметров и пошла на конус и такая не гнется вот это для утрамбовки этой земли вот так вот по над самым краем без фанатизма чтоб корни не повредить но надо пройтись по всему периметру чтобы землю немножко уплотнить потому что при поливе она тогда может осесть если ее не уплотнить и он как бы опустится туда немного как все стерли теперь нам надо что сделать вот это расстояние которое там осталось там сантиметр до края горшка можно его до конца засыпать вот видите как удобно с этой бутылочки раз сыпнул дальше пошел дальше пошел можно пальцем немножко прыжать разровнять все вот это кактус уже пересажены отставляем его сюда ну еще какой-нибудь покажу вот сейчас пародию пересадим у нее иголочки крючковатые не совсем удобно пересаживать за пальцы цепляются это мы пересадим в такой квадратный горшочек опять же насыпаем сначала сверху немножко более мелкой все теперь ложечку земли можно две ложечки но я смотрю по корневой системе чтобы она туда влезла берем аккуратно вот так двумя пальцами и располагаем над нашей землей так и теперь придерживаем пальцы пальцы можно опираться на горшочек главное чтобы оно было по центру и опять же вот так вот насыпаем сюда землю но это такой кактус который не получится у нас по периметру пройтись тогда мы так делаем в одну сторону сыпем потом наклоняем и земля это скатывается в другую сторону потому что вы сейчас увидите если иголки вот эти вот с крючками то их вот видите так не ухватишь в этом случае помогает очень вот это шило которое я использую вот вот так раз раз эти иголочки можно если он чуть сдвинулся вот так подвинуть его и продолжаем с этой стороны подсыпать землю вот он уже у нас по центру стоит кактус подсыпали с бортиков сбросили землю лишнюю ну и сейчас точно так же как и в том случае со стаканчиком утрамбовываем по краю проходим так все утрамбовали ну и опять же берем вот эти вот фракцию небольшую для дренажа камушка в этих подсыпаем расправляем все этот кактус уже у нас тоже пересажен ставим сюда так ну и я думаю вам понятен принцип пересадки я не буду занимать ваше время еще скажу знаете что вот есть кактусы которые которые при поливе наверняка при зимовке они сжимаются а когда их поливаешь они ну как говорится кактус встал на ноги вот он надувается и встает над горшочком вот понимаете вот это вот место можно было засыпать камушками но для этого пересаживать вот эти кактусы их желательно не после зимовки а до полива а уже как бы после первого полива чтобы он уже у вас надулся и вот такую вот имел вид такой тогда его уже когда земелька подсохнет можно смело пересадить и на такую глубину его опустить чтобы вот это место некрасивая ну вот это вот засыпать камушками ну то есть при следующей пересадке я его немножко опущу вниз но опять же надо смотреть по длине корней есть кактусы которые имеют реповидный корень него такой как здесь и мочковатый тоненькие корешки а такой как ну как морковка вот она маленькая морковка толстый корень его конечно резать нельзя потому что может кактус погибнуть резать можно смело только вот эти тоненькие корешочки тогда уже приходится или посуду более высокую искать по-другому я не знаю как можно вот такой стаканчик вот допустим вот эти стаканчики они повыше я их использую при пересадке покажу вам еще один фактус вот допустим вот этот фактус астрофитум гибрид тоже он рос сначала высоту а потом начал наращивать головку ну как бы вот так он не очень красиво смотрится его можно было бы вот эту часть вот так вот камушками засыпать ну то есть тоже надо что-то повыше искать и тогда будет верхний дренаж допустим не один сантиметр или пол сантиметра чуть больше там два сантиметра вот это вот часть будет землей а это верхний дренаж и кактус этот будет смотреться как будто он невысокий приземистый ну и самое главное вот эти кактусы которые мы сегодня пересадили полить их можно только не раньше чем через неделю если вы забудете можно какую-нибудь бумажечку написать какое вы число пересаживали а потом через неделю полить уже можно но я поливаю обычно опусканием воду сверху не лью ничего опускаю в емкость с водичкой вот так до половины буквально минутку постояла она напиталась даже за полминуты напитается земля и все тогда уже можно его ставить как бы на свое место где там она у вас на солнышке стоит ну вот на этом все подписывайтесь на наш канал ставьте лайки кому понравилось пишите комментарии по возможности будем отвечать все до свидания